Всем привет, с вами Джамбо Макс и в этом видео мы поговорим обо всем, что показали на XO 2018. 10 ноября состоялся самый масштабный Xbox Insight, который был посвящен выставке XO. Данное мероприятие шло 3 дня, а трансляция шоу 2 часа, но за это время нас более-менее удивили, а особенно подпиской Xbox Game Pass. Кстати, хочу сказать большое спасибо тем, кто посетил мой стрим до 2 часов ночи, было очень лампово, ребят, большое вам спасибо. Итак, что нам показали на самом шоу? Геймплей Crackdown 3. Наконец-то показали режим с полной разрушаемостью, который использует облачные технологии. На представленной локации можно будет разрушить абсолютно всё. Если честно, меня впечатлило то, что они показали, но в то же время меня немного смутило количество игроков на карте. Их всего 10, да, придётся биться 5 на 5. И насколько это будет весело, пока не очень представляю, но невооружённым глазом можно увидеть, что Crackdown 3 стал намного лучше. И уже стало похоже на действительно интересный Next Gen проект. Не знаю как вы, но я уже отметил в календарике дату выхода, а именно 15 февраля. Буду очень ждать. Был анонсирован стратегический шутер Void Bastards, который выйдет в 2019 году на Xbox One. Честно, игрух выглядит очень стильно, ибо напоминает Doom и Borderlands одновременно, за счёт своей стилистики. Анонсировали дополнение для эксклюзивных игр Xbox One. Для Море Воров показали режим арены, в котором будет происходить беспощадные битвы за добычу. Для State of Decay 2 дополнение, добавляющее в игру арбалеты и новое оружие. А для Форзы показали расширение, которое добавляет новые природные условия. Показали просто невероятно пафосный и просто суперским музыкальным сопровождением трейлер Just Cause 4. А также геймплей, в котором продемонстрировали в действии тот самый Торнадо. Выглядит просто нереально круто, ибо Торнадо засасывает абсолютно всё на своём пути. Показали простой и не очень для меня понятный трейлер Kingdom Heart 3. Плюс немного кадров с режима тренировки в Devil May Cry 5. Показали коллекционные издания Metro Exodus за 17К, в которые войдёт стилбук, жетоны, сама игра и, самое главное, коллекционная фигурка. Но, как по мне, 17 тысяч — это немножко дороговато. Объявили новые игры, которые станут доступны по обратной совместимости. Был сделан повторный анонс клавиатуры и мыши от Razer. Но в этот раз стало известно, что клавиатура и мышь будет беспроводной. Кстати, о поддержке клавиатуры и мыши. На следующей неделе во все эти игры можно будет поиграть при помощи любой клавиатуры и мыши. К сожалению, не знаю, только лишь для бета-тестеров это или же для всех пользователей. Но об этом ждите инфу в нашей группе ВКонтакте, ссылка будет в описании. А в эти игры поддержка станет доступна чуть позже. И тут я выскажу своё мнение. Считаю, что вводя клавиатуру и мышь, нужно делать какой-то фильтр в играх. Чтоб люди, играющие на геймпаде, могли по желанию не сталкиваться с людьми, которые играют на клавиатуре и мыши. В противном случае это будет дисбаланс и минус сути в самой консоли. То, что вводит клаву, это плюс, ибо людям дают право играть на том, на чём им удобнее. Но вот в случае баланса это минус, так как мышь будет явно резвее, особенно в том же Fortnite. Но не будем об этом, давайте вернёмся к конференции. Помимо всего, что я перечислил, также практически вся конференция была посвящена подписке Xbox Game Pass, которую анонсировали аж 16 видеоигр. Включая PUBG, две части Ori и Hellblade. Если что, данная подписка стоит сейчас 30 рублей, и я думаю, вы знаете, что делать. Под конец презентации нам объявили о надвигающейся чёрной пятнице, которую пройдёт с 18 по 26 ноября. Объявили это при помощи нестандартного ролика для майора Нельсона. И сказали, что Xbox Live Gold будет доступен с 15 по 30 ноября всего лишь за 60 рублей. Думаю, и тут вы знаете, что делать. Ну и напоследок, нам официально объявили о покупке ещё двух студий, а именно Exile и Obsidian. Итого у майка встало аж 13 внутренних студий. И честно, лично для меня это нисколько нерадостная новость, по причине того, что студии море, а анонс абсолютно новых игр всё ещё нет. Плюс студии, которые сейчас у Microsoft делали не такие уж и качественные игры. Да, я понимаю, что у них возможно был недостаток финансирования, но нужно смотреть по факту. Вот, к примеру, по слухам, от одной из студий игру уже покажут в следующем году. И тогда уже будет видно, радоваться нам или нет. А так это лишь громкий анонс, который по факту ничего пользователям пока и не даёт. Лишь мечты и надежды на невероятно крутые проекты. И давайте это всё подытожим. Если смотреть в целом, для собственного шоу вышло не так и плохо. Лично мне было интересно, и я не пожалел, что я лёг спать около 3 часов ночи. Да, к сожалению, нам не показали каких-то невероятно крутых анонсов, но это было бы слишком жирно. Но удивляет тот факт, что Microsoft как-то забыла про все игры, которые она говорила в 2017 году. Там они анонсировали просто невероятную большую кучу инди-проектов, но, к сожалению, о них по сути ничего и не было сказано. Также история умалчит про игры с аватарами, про дальнейшее развитие Xbox. И если пересмотреть ещё раз Xbox Insight, что я в принципе и сделал при редактировании ролика, то можно понять, что данное шоу было лишь большой двухчасовой рекламой подписки Xbox Game Pass. Но, так или иначе, Microsoft лично меня смогла немного порадовать. Обязательно напишите своё мнение по поводу XO, понравилось вам оно или нет. Также не забывай ставить лайк, если понравилось видео, подписываться на канал и делиться этим видео с друзьями. Большое спасибо за просмотр, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok